Биткоин Случилось недавно, сами все видели, вырос биткоин вот с этого минимума в 9900 до максимума в 10800, то есть ну практически 900 долларов несколькими часовыми свечами, естественно потом ушел вниз, откатился, то есть никакого там тузымуна у нас мгновенного не случилось. Более того, вот этот вот выброс объема, который вы видите здесь, ну он недостаточно сильный, чтобы говорить о том, что это выход ну какой-то более или менее действительно на покупках. Это просто short squeeze, многие стали ожидать дальнейшего падения, ну вот собственно их и выбили по крайней мере тех, кто был очень неаккуратным, очень большое плечо себе выбрал для этого. Поэтому, как и в предыдущих случаях, говорить о том, что это какой-то сигнал разворота по-прежнему не стоит. Строго говоря, мы находимся в том же самом боковом движении, ни предыдущий максимум мы не перебили, ни ушли ниже линии и уровней поддержки. В целом объемы продолжают падать, так что еще наверное можно ожидать каких-то дальнейших таких резких движений вверх и вниз, хотя их уже было достаточно вот на этом вот промежутке. Пора бы уже вроде бы как и увидеть какую-то развязку, но тем не менее высадка с обоих сторон она напрашивается, потому что двигать цену вверх или вниз с дополнительными пассажирами, конечно, никому не хочется. Итак, если строго говорить в упрощенном варианте, то если цена, скажем, резко ушла вверх и выбросили шартистов, то сильного движения на объеме как раз можно ждать в обратную сторону. Но если мы увидим наоборот сквиз вниз, то есть побреют уже лонгистов, то тогда после этого можно будет ожидать движения вверх. Хотя, конечно, это все условности и рынок иногда идет против них, чтобы устроить нам очередной сюрприз. Ну а что хочу отметить вам сегодня, помните, мы разбирали, наверное, в одном из видео по ончейн анализу вот такую вот метрику, называется ABDD, Adjusted Bitcoin Days Destroyed, то есть некие нормированные уничтоженные дни биткоина. Кто не смотрел видео, посмотрите, в плейлисте ончейн анализ оно есть. Суть, в общем, этой метрики в том, что она показывает, насколько много долгосрочных ходлеров биткоина начинают продавать свои позиции при движении цены. Вот, скажем, вот такой график мы рассматривали, где внизу вот этими красными барами показана плотность продаж долгосрочных инвесторов. Вы видите, что когда биткоин задрался у нас до максимума и вот в этом районе, продаж у нас долгосрочных был намного больше, чем вот здесь вот, когда, скажем, был минимум или вот здесь вот так же. То есть крупные игроки, а также опытные игроки на рынке, которые сидят уже здесь давно, которые знают, как биткоин двигается с этими циклами, они продают на максимуме, покупают на минимуме. И вот один товарищ, который, собственно, и рассчитал эту метрику, Ханс Ходл, у него в твиттере такой ник, он из Икигай фонда, недавно сделал обновление, показывая, что, посмотрите, вот был максимум. Да, здесь были какие-то короткосрочные закрытия позиций, потому что вы видите, что плотность здесь все-таки больше, чем здесь. Но, с другой стороны, она несравнима с тем, что было вот на этом диапазоне. Это говорит о чем? О том, что на вот этом уровне, то есть вплоть до 14 тысяч долларов, объем продаж крупными держателями биткоина и теми, кто держал его долго, он, по сути, мизерный. Он, скорее, сравним вот с чем-то вот здесь вот. То есть, когда, видите, цена делает, скажем, очередное движение вверх, какой-то пик, то, безусловно, люди закрывают на нем часть позиции, получают какую-то частичную прибыль. Но, опять же, это несравнимо ни с вот этой областью, ни с вот этой областью на предыдущем максимуме, ни даже вот здесь вот, когда был промежуточный пик. Так что можно, друзья, заключить, что даже если у нас и будет какая-то длительная коррекция, если мы даже и упадем там ниже 40% от максимума, который был, о котором мы вчера с вами говорили, медвежьи сценарии, то крупные игроки, долгосрочные инвесторы не продавали здесь. А если они не продавали, то все вот это вот, то, что мы сейчас наблюдаем, это такое мелкое копошение, вытрясывание слабых рук, по сути, элементарные манипуляции. На самом деле, у Ханса Ходла есть еще и другие интересные апдейты, может быть, мы с ними познакомимся. Ну, скажем, вот здесь вот показаны покупки зеленым баром, да, то есть на красном, видели, были продажи, то есть закрытие этих дней, а здесь, наоборот, покупки новых биткоинов этими долгосрочными инвесторами. Видите, здесь вот на максимуме покупок почти нет, зато вот здесь вот покупки явно видны, то есть после того, как цена откатилась, на каждой коррекции крупняк, долгосрочные инвесторы, они покупают. Ну и так далее, много чего еще интересного, как я уже сказал, может быть, еще на что-то посмотрим. Ну, а пока должен сказать, что чисто с технической точки зрения мы будем продолжать наблюдать за графиком, а вам я желаю не поддаваться на манипуляции. На сегодня все, спасибо, что смотрели, пока.